Губернатор Лев Кузнецов и мэр Эдхам Акбулатов сегодня проверили, как идет строительство двух крупных спортивных объектов в Красноярском. Ледового модуля в Октябрьском районе и дворца Сокол в Советском. Оба остались довольны ходом работ. Подрядчики заверили, что уложатся в установленные сроки. Модуль в районе улицы Высотный сдадут к 1 декабря. Здание будет двухэтажным. Трибуны рассчитаны на две сотни посетителей. Здесь будут заниматься не только хоккеисты, но и фигуристы. Там предусмотрен зал хореографии, акробатики и зал с тренажерами. По вечерам каток будет открыт для горожан. Очень важно, чтобы объекты были общедоступны, чтобы они не привлечились к валютарным объектам. Объекты доступны только ограниченному количеству людей. Очень важно сделать так, чтобы объекты были востребованы, условно говоря, с 6 часов утра до 24 часов вечера. Поэтому я думаю, что мы эту задачу решили. А дворец спорта Сокол, что на металлургов, должны сдать уже в октябре. Сейчас на объекте завершается отделка. В ближайшее время сюда завезут спортивное оборудование. Подрядчики заверили, что учли опыт, полученный при строительстве арены «Север». Технологии позволяют постоянно поддерживать лед в идеальном состоянии. Трибуны здесь также рассчитаны на 200 посетителей. Добавлю, строительство подобных ледовых комплексов очень значимо для города. В том числе потому, что Красноярск претендует на проведение Всемирной зимней универсиады 2019 года. Мы с вами, посетив эти объекты, видим реально, что в городе увеличатся инвестиции в создание доступной спортивной инфраструктуры. При том, что очень важно, она строится в разных районах города, что позволяет говорить не только о профессиональном спорте, а очень важно о массовом спорте. И те стройки, которые мы увидели, и качество работ у меня устраивают. Я думаю, что если к концу года действительно эти два объекта заработают полноценно, это будет хороший подарок горожанам.